Какой природный катаклизм заставляет 5-6, а то и 8-9 львиных прайдов каждую весну сойтись на сече в крымской саванне? Какое природное явление виновно в этой аномалии? Магнитные бури или колебания земной поверхности? Эти аномальные явления в жизни крымских львов, происходящие каждой весной, не имеют научного объяснения и находятся за пределами современной научной картины. Общеизвестные и общедоступные факты, львы имеют различные модели поведения как между прайдами, так и внутри самих прайдов. Члены соседних прайдов стараются держаться от соседей на несколько километров. Что происходит с тайгановскими львами? Есть ли возможность у крымских львов держаться друг от друга подальше? Этим и интересуются наблюдательные почитатели парка Тайган и неспроста. Вопрос дня Олегу Зубкову об отдельном содержании прайдов в крымской саванне. Львы, наверное, дичают из-за отсутствия прогулок к ним. Нет людей, делать им нечего, вот еще больше проявляются животные инстинкты. Думаю, может, во избежание таких последствий лучше поделить саванну на большие куски для каждого прайда отдельно, будет его ли это избавит их от больших драк с последствиями? Ответ. Здравствуйте, Екатерина. Идея отдельного содержания львов, тигров и других хищников никогда не найдет воплощения в моих парках. У меня создан не инкубатор для разведения одиноких, не поцарапанных и не пуганных львов и других животных. Я построил биотоп африканской природной саванны и именно это привлекает посетителей в мой парк, а не ферма по разведению львов. Для того, чтобы объяснить и понять, что происходит в моем парке во взаимоотношениях между животными, нужно заглянуть в реальную природу африканской саванны. Там нет никакой идиллии, там нет рая, там действуют законы природы, которые нам людям кажутся порой очень жестокими и несправедливыми. Справочная информация. Биотоп, это однородное по абиотическим факторам пространства среды, занятый биоцинозом, то есть место жизни видов, организмов. Биоциноз, это конкретная совокупность живых организмов на определенном пространстве суши или акватории. Мы не в силах изменить природу поведения хищников. Достаточно того, что эти высшие хищники позволяют мне, Олегу Зубкову, делать среди них на протяжении многих лет то, что я делаю. Даже на фермах по разведению львов в Африке никто не содержит львов по отдельности, их держат многими десятками особей в одном вольере. Так уж и никто. Неужели на фермах позволяют калечить и убивать животное, в которое вложены деньги? Неужели охотникам подсовывают раненых и больных животных? Уход и содержание на этих фермах таковы, что люди даже не догадываются для каких целей выращивают этих львов. Это черный бизнес и вовсе не убыточный. Львы десятками содержатся в одной группе одного возраста. А вот и у зоолога Кевина Ричардсона тоже спрашивают его поклонники, почему он не соберет всех своих львов вместе. О каких таких заборах этот человек рассуждает? Не нужно быть зоологом, чтобы понимать, если собрать в одну кучу хищных животных, выросших отдельно, будет кровавая бойня. И если люди, живущие в социализированном, современном обществе по прописанным человеческим законам нередко убивают друг друга, при этом являясь самыми высшими интеллектуальными жителями Земли, то что же вы хотите от диких, маловоспитанных львов, которые являются высшими хищниками нашей планеты, природа которых убивать? Люди, которые приступили закон, несут ответственность. В случае убийства уголовную. Однако спрашивать люди будут не со львов, а с человека, который занимается профанацией и не соблюдает писанный закон. Не соблюдает правила и требования по содержанию животных в зоопарках. Не нужно менять природу животных, нужно соблюдать правила. При размещении животных в помещениях зоопарка, зоосада, должны соблюдаться ряд требований, удовлетворяющих потребности животных. Рассмотрим некоторые утвержденные требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию правительством Российской Федерации от 30 декабря 2019 года номер 1937. Пункт 45. Руководитель зоопарка, зоосада, обязан обеспечить соблюдение этих требований, установленных настоящим разделом, включая особенности содержания различных видов животных и условий использования животных. Подчеркну, зоопарк, это понятие применяется в отношении парков животных, сафари-парков. Особенно нас интересует пункт 46. При размещении животных в помещениях зоопарка, зоосада, соблюдаются следующие требования, исключение возможности возникновения ситуации, при которой взаимодействие животных, находящихся в разных вольерах, но в пределах видимости друг друга, является причиной стресса для них. То есть, руководитель зоопарка, зоосада, обязан осуществить демонстрацию питомцев таким образом, чтобы исключить негативные переживания и нервные перегрузки животных. Даже визуальный контакт не должен причинять вреда. А что же он, как руководитель зоопарка, должен сделать при физическом и негативном, агрессивном контакте животных? Ответ здесь. Национальный стандарт Российской Федерации. Содержание хищных животных, общие требования по содержанию. Директор зоологического парка Сафари-парк Тайган обязан, кроме всего прочего, соблюдать принципы размещения хищных животных в вольерах. 6.10.2. Если хищное животное испытывает излишний стресс от агрессии, присутствие другого животного в вольере, то его или другого хищника необходимо удалить из вольера. Однако в зоологическом парке Сафари-парке Тайган животные находятся в постоянном стрессе. Ежегодно весной выпускаются, или правильнее сказать, загоняются в один вольер размером 0,2 квадратного километра несколько групп разнородных по возрасту, численности и структуре. Размер вольера критически мал, 0,2 квадратного километра, не соответствует потребностям двух и более прайдов. Это неподходящие условия для существования африканских львов, не удовлетворяющие их физические, физиологические и психологические потребности. Администрации парка не учтены особенности социальной структуры данного вида и общедоступные сведения условий существования этих диких животных в природе и неволе. В так называемую крымскую саванну вводятся и возрастные особи, выросшие вне парка и неполовозрелые. К животным применяется физическая сила, насильно принуждают выходить из вольеров. Напуганные животные, оказавшись в новой непонятной обстановке, агрессивны, неадекватны и остаются без присмотра и помощи сотрудников как в ночное, так и дневное время. Происходят жесткие столкновения между группировками, приводящие к серьезным травмам и смертельным исходам. Посетители, наблюдающие такие сцены, не могут ничем помочь. На смотровой площадке нет ни дежурного кипера, ни тревожной кнопки, никаких приспособлений нет, чтобы разогнать животных. На зимний период животные загоняются в малые теплые вольеры также странными составами. Братья могут быть разлучены друг от друга, либо одна львица окажется с альвиным гаремом, в группе трех самцов. Эти группы также выясняют жесткое отношение, выявляя старшего всего на пару месяцев. Также в пункте 46 есть подпункт, который требует обеспечения условий для содержания размножающихся животных, это наличие родовых домиков. Так как наблюдение никакого не ведется за животными в крымской саванне и они предоставлены сами себе, то и размножаются бесконтрольно. Нужно отметить, что в этом крымско-африканском биотопе, якобы приближенном к природе, ни один из детенышей не был выращен и воспитан родителями. Ни один. Львята либо были съедены самцами чужих прайдов или замучены самками, либо изъяты для искусственного выкармливания и отделения от родителей в целях приручения для участия в фотосессиях. В крымской саванне не обеспечены условия размножающихся животных, так же как и размер территории этой саванны, не позволяет отдалиться от своего прайда и чужаков, как это происходит действительно в дикой природе. Требований к персоналу зоопарка немало, но здесь хочется привести пункт 9.3. Персонал зоопарка не имеет права причинять вред и допускать жестокое обращение по отношению к животным. То, что происходит в саванне, это неразумное, околонаучное, негуманное и жестокое обращение. Это извращение и садизм. Остановите это!